И тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном плоти. На сцене культурно-досугого центра Чистцовский творческие коллективы исполняют песни о войне и родине, выступают с хореографическими номерами. Ученицы 7-го Б-класса местной школы тоже не остались в стороне. Девочки подготовили литературно-музыкальную экспозицию, с которой приняли участие в военно-патриотической эстафете «Салют Победе». Готовились мы достаточно долго. Изучали историю, смотрели фильмы про Мурманск, как это все происходило. Ну и уже учили стихи. Все достаточно долго было. В патриотизме мы участвовали. Защитники Заполярья сражались героически. В море провожали конвои, которые добывали рыбу для фронта, а на суше и воздухе шли бои под непрерывным огнем. Теперь имена героев всегда в памяти и в сердцах жителей города-героя Мурманска. Летчик Сергей Курзенков. Юнгая Саша Ковалев. Во всех школах пройдет эта эстафета. И уже еще раз повторяю, формализма нет. Везде к этому готовятся. Школьники изучают. Сейчас будем город Мурманск изучать, что он на себя представляет. Есть, кстати, книжечка. Уже присылаю ее. Я видел сегодня. Медаль за оборону Заполярья. Там все расписано. Очень редкая медаль. И такая, в общем-то, именно посвященная тем всем гражданским и военным, кто выдержал и не сдал врагов город. С территории часов символы девятого этапа эстафеты, знамя победы, офицерскую фуражку, военно-морского флота и медаль за оборону советского Заполярья передали в теруправление Никольское. Патриотическая акция проходит в округе с 2015 года по инициативе главы муниципалитета и в рамках реализации партийного проекта «Единой России. Историческая память». Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».